В интернете, как и в жизни, есть свои этические правила, которых не стоит нарушать. Никогда не спрашивать у женщины ее возраст, у мужчины его заработную плату, а у журналиста, чем он занимался в нулевых годах. Потому что пока будешь копать, ты не заметишь, как на самом деле раскапывал себе могилу, из которой, к сожалению, выбраться сложнее, чем перестать думать о половых отношениях с женщинами. No, don't do it! Кто же все-таки такой этот ваш Дмитрий Гордон? Почему от его головы отсвечивает свет с далеких планет? Почему же? Как он волшебным образом накладывал себе имущество в 90-х и нулевых годах? И для того, чтобы понять, с чего все началось, мы должны пойти на бульвар Крестного Отца, на бульвар Гордона. Драматическую музыку, крутую шляпу и поехали. Сквозь лякоть панельных пятиэтажек, через радужные лужи и серое небо я шел. Проходил мимо дорогих бытиков, мимо инвалидов, просящих милостыню. Я шел, пока машины брызгали меня водой. С каждой каплей на моем теле мне все больше казалось, будто рычание двигателей сменялось насмешками. Как-то машины знали, что я никогда не дойду до бульвара Гордона. Хм... Но откуда у машин такая информация? Это как-то связано с квантовой физикой? А может быть с биологией? Но ясно было одно. Я запутался. Ай, блядь! Ах, вот ты какой, бульвар Гордона. Все это время ты был не в России и даже не на Украине. Ты был на бумаге. Итак, бульвар Гордона это еженедельная украинская газета с тиражом в 570 тысяч экземпляров. Дмитрий Гордон по документам работал в ней редактором. Вот там скучная информация из Википедии, вот им ее фотография. Но помимо скучных новостей, управления мнением общественности и прочего печатного шлака, которым в народе принято вытирать жопу, в бульваре Гордона публиковалась интересная реклама. Большая часть рекламных объявлений в еженедельнике скупалась магами, колдунами и целителями. Те, в свою очередь, предоставляли услуги, очевидно, исцеление, предсказание будущего, наложение порчи или, наоборот, ее снятие. Так сказать, нашарлатанил себе полные штаны пенсионных бабосов. Еее, бейби! Конечно, бизнес есть бизнес, но возникает вполне себе логичный вопрос. Почему вместо рекламы обычных товаров и услуг в бульваре Гордона давали предпочтение пиару людей с неоднозначной работой и репутацией? Ведь можно было пиарить какую-нибудь Nokia 3310, ламповые мониторы или, я не знаю, утюги для домохозяек. Почему бульвар Гордона в основном брался за рекламу каких-то шарлатанов? Возможно, они платили больше, хотя я, честно, не уверен, что в газете работала беттинговая система покупки рекламы. А, возможно, это было выгодно каким-то неизвестным лысым лицам. Видите ли, Дмитрий Гордон — это спортивный капер нулевых годов. Вместо рекламы бирж и подозрительных схем, лысый крестный отец рекламировал у себя гадалок, целителей, колдунов, предсказателей будущего и магов из компании CNM-Dollar. Из компании, негласным руководителем которой являлся, угадайте, кто? Правильно, лысый черт. Учитывайте, что бульвар Гордона сначала своей работой на протяжении пяти лет не окупался, а жила глянцевая газета как раз благодаря второй магической компании. И пока заваленные склады, пылившиеся макулатуры, лежали без дела, маги из CNM-Dollar процветали на всю Украину под жестким контролем крестного отца. Учитывайте также, что я вообще тоже не окупаюсь, и было бы здорово подписаться на мою телегу, пожалуйста. А что такое CNM-Dollar и как это предприятие связано с бульваром Гордона? О, зря ты мне задал такой вопрос, дорогой пупсик. Ведь лезть в эту кроличью нору значит раскопать тайны, полные мошенничества, злобы и мести. CNM расшифровывается как Центр народной медицины Доля. На эту компанию как раз были зарегистрированы все целители, знахари, колдуны, маги и сновидящие. Также эти самые люди имели удостоверение журналистов бульвара Гордона, чтобы ни у каких органов не возникало вопросов о том, как эти люди зарабатывают себе на жизнь. Конечно, лысый предприниматель до сих пор полностью отрицает свою причастность к Доле, но знаете, как косвенно доказали, что он все-таки причастен к целительской организации? Ну, во-первых, адрес CNM-Dollar совпадает с адресом бульвара Гордона. Они находились в одном здании, в одном офисе. А во-вторых, Дмитрий Гордон это человек семейный. А потому какая мафия, если семья не принимает непосредственное участие в незаконной деятельности? Да вы шо, не смешите мои маленькие ножки. Гордон никогда не отворачивался от своей семьи и никогда не оставлял близких людей в беде. А потому грезный отец взял на работу всех людей и своего ближайшего окружения. Все жены, любовницы, родственники, одноклассники, сокурсники, армейские друзья, друзья-родители и дети-друзья-родители. Источники, к сожалению, умалчивают. Работал ли сын маминой подруги на бульваре Гордона и CNM-Dollar? Но это вполне себе вероятно. Помимо всех своих близких, Гордон набирал в штат дефектологов, психологов и иногда людей с высокой харизмой и восьми классами образования. Так чисто, чтобы заполнить демократические квоты. Пройдемся по списку самых хайповых колдунов и ведьм. Для этого я подковил целую презентацию, чтобы у вас было на что смотреть. Сейчас, подождите, она загрузится очень быстренько. Да блять, загрузи! Ясновидящая госпожа Наина, она же Надежда Антимонова, родная сестра первой жены Гордона Елены Сербиной. Работала в Украине, США. Гадалка Алла, дочь Надежды Антимоновной. Следующий это ясновидец Анатолий, гражданский муж Надежды Антимоновной, работал на посылках у Гордона. Так, все там дальше как-то неинтересно, какой-то целитель дедушка Виктор. Следующий очень интересный человек, который тут есть, это контактер с космосом Петр. Петр Ростоцкий, первый муж Людмилы Ростоцкой. Его мама была целительницей и бабушкой Ледой. По неофициальной информации, закончил свою карьеру в психиатрической больнице и был заменен клоном. Смотрите, у него еще и свинкс на плече сидит, как антенны, чтобы лучше ловить космический сигнал. Целитель или хам? Созлуживец Гордона из Азербайджана. После армии был членом УПГ и бежал в Украину. Окей, по ценам доли мы прошлись. Может быть, ты что-нибудь знаешь о пирамидах? Хеопса? Ай, блядь! Гордона, еблан! Ух, а что тут говорить? В бульваре Гордона пиарили золотые пирамиды, которые, по достоверной информации крестного отца, помогали излечить различные заболевания, от запоров и дрипера до онкологий. Пирамиды Юшинца представляли собой, как ни странно, каркас пирамиды, состоящий из катушек индуктивности, что, по хвалебным словам Гордона, имели позитивно воздействующие на организм лучи, транслирующиеся прямо из космоса в клетке нашего тела через кота-сфинкса. Продавали их за хорошие деньги. Впоследствии, конечно, выяснилось, что пирамиды совсем не золотые, а позолоченные. А восточное название Юшинца – это обычный пиар-ход для привлечения клиентов. Да и вообще пирамиду смастерил украинец Юрий Шинкарев. А вы говорите, что украинские ученые в биолаборатории хуйной страдают. Нет, они строят слебные пирамиды. Я рекламировал золотую пирамиду. Рекламировал. Я это делал абсолютно бесплатно. Потому что, я вам клянусь бесплатно, я ни копейки не взял за рекламу. Да, значит, не клянитесь, я вам и так вам верю. Да, серьезно. Я это рекламировал абсолютно бесплатно. Зачем? Почему я согласился рекламировать ее? Потому что у моего друга прошло онкозаболевание. Забавно смотреть на лысого бизнесмена, которому в 90-е нулевые года наивные люди или просто люди в безвыходных ситуациях несли свои последние деньги в надежде помочь своим родным и близким излечиться от болезней. Абсолютно бесплатно. Зачем? В районе 2003-2004 года Гордон сформировал отдел по внутренним делам в офисе издания бульвара Гордона. Туда нанимали сотрудников, которые были обязаны сталкерить в реальной жизни неосмирившихся с характером Гордона бывших штатных работников. Видите ли, Гордон был фанатом господина Сталина. Ему очень нравились методы работы с подчиненными. Запугивания, угрозы, несуществующие камеры и так далее. И это все не шутки. Гордон нанял каких-то левых мужиков, чтобы те следили за тренерами личностного роста, отбирали у них клиентов, провоцировали, звонили в милицию, ездили с ними по пятам в отпуска, фоткали и срывали приемы. Это писали как раз вчерашние коллеги Дмитров, которые ушли от него, потому что он невыносим. На самом деле я бы тоже не выдержал, если бы каждый раз, когда я говорил, что живу в бараке, мне бы давали наводящий вопрос. Обама. Фак. Ю. В тех же годах на просторах России заспаунились первые украинские чудо-люди, которых Гордон отправил скамить простой народ на бабосы. Федеральное славянское братство, конечно, не оценило такие мувы, и собрав все документы слежки в отдельный кожаный чемоданчик, в 2004 году наши вежливые космонавты набутыливают украинских космических людей. Ироничненько. Источники сообщают, что крестный отец даже попросил Иосифа Кобзона надавить наследствие, чтобы колдунов отпустили. Спойлер. Во всей этой истории я могу понять многое, но я до сих пор не могу понять одного. Почему, ну если вы маги, в чем проблема тогда наколдовать заклинания и, как в терминаторе втором, пройти сквозь стальные прутья и свалить? Ну что за детский сад, ей-богу. Помимо России, гадалки лишились виз в Америке, а самого Гордона чуть не посадили в Петрозаводске. Также в 2004 году украинский суд удовлетворил два иска некой экспресс-газеты на общую сумму в 600 тысяч гривен. Хочу сделать сразу маленькую помарку, что до 2004 года газета «Бульвар Гордона» находилась в старом офисе и называлась просто «Бульвар». Так вот, получив удовлетворенный иск на 600к деревянных, вместо того, чтобы платить, предприимчивый крестный ботен просто перерегистрировал «Бульвар» в «Бульвар Гордона» и переехал в более крутой офис, оставив пустой старый на растерзание. Это просто... В 2011 году у «Бульвара Гордона» и «ЦНМ Доля» началась новая война с основными конкурентами на рынке оккультных услуг. Чтобы победить шарлатанов и раз и навсегда расправиться с ними, Дмитро пошел к народному депутату от КПУ Евгению Царькову и вместе с неким Владимиром Литвиным... Владимир Литвин, украинский политик, народный депутат Украины и председатель Верховной Рады. Они пролоббировали принятие законопроекта номер 6.2.9.9 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, в основном относительно запрета деятельности экстрасенсов, знахарей, гадалок, хиромантов и услуг по предсказанию будущего. Таким методом Гордон собирался нанести сокрушающий удар по всему украинскому рынку экстрасенсов, создавая проблемы бизнесу конкурентов, после чего занять его, юридически переформатировав свой бизнес. Кроме того, крестный отец все еще продолжал войну с собственными целителями, с которыми он не поладил из-за своих чрезмерно высоких амбиций и жадности. Среди целителей, которые ушли от Гордона, была целительница Надежда. Насколько я понимаю, госпожа Наина, которую мы рассмотрели ранее, я могу ошибаться, я ведь не экстрасенс. В общем, когда Надежда решила вести бизнес отдельно от СНМ-доля и не отдавать Гордона всю свою выручку, это не понравилось крестному отцу, который отправил магов высокого ранга блокировать офис в Алчевске, Алчевске, и перенаправлять клиентов к себе в СНМ-долю. Так он поступал не только с ней, но со всеми, кто решил с уйти от крестного отца. То, что говорят на телеканале «Дождь», мой друг Белковский, мой друг Невзоров, то, как они эту Россию натягивают на российском канале, это заслуживает уважения. Вы чего? Поэтому о русском мире у меня отождествляется с водкой, с отрыжкой, с лаптями и так далее. Рабы снесут, как снесли триумф, так снесут и развал. Куда поведут их, хоть на убой, хоть на строительство, хоть на разрушение, пойдут с низко согнутыми головами. Это участь рабов. Нам нужно купить вакцину от COVID в России. Российская вакцина, это вообще звучит смешно тоже само по себе. Россия – страна, которая не в состоянии ничего произвести. Ни стиральные машины, ни автомобили, ни брюк нормальных, ни туфель. Все, что она производит, практически все плохо. Поразительно, что человек, который у себя в социальных сетях постоянно рассказывает о добре, о уважении к другим людям и толерантном западном мире, имеет такой неоднозначный бэкграунд. И тут дело вовсе не в том, кто левый, а кто правый, кто поддерживает Россию, а кто Украину. Я уже говорил, что все это не важно. Все, что я хотел до тебя донести в этом ролике, так это общий портрет человека, который скрывается за маской добродетелей. Пропагандистская газета, в которой Гордон рекламирует своих клоунов и шарлатанов. Продюсерство Кашпировского и Чумака, которые принесли ему деньги в 90-х. Позолоченные пирамиды, за которые люди, потерявшие последнюю надежду, отдавали целые сбережения. И сейчас, после Евромайдана, этот мудозвон поднялся снова. Только уже не на скамах с золотыми пирамидками и магией, а на мемасах про Обаму. Он собрал у себя новую молодую аудиторию, которая ничего не знает о великолепном прошлом Гордона, который все так засрет им в мозг, но уже вещами покрупнее. Дмитрий прививает детям демократические западные ценности, в которые он сам и не верит. А делает он это лишь из побуждений получить побольше бабок. Ведь все, что волнует лысого крестного отца, это не поиск правды, чем обычно занимаются журналисты. Дмитрия волнует только дешевый способ нажиться и прикупить себе и своим близким еще пару квартир и пентхаусов, которых у Гордона и так дохуя. Гордон верит лишь деньги, и за его мощной оболочкой более ничего и не скрывается. Крестный отец – это лишь очередной грязный бизнесмен со связями в политической и мафиозной сферах, с помощью которых он и прорубил себе дорогу, уйдя по черепам других людей. Именно поэтому у него хватает смелости быть радикалом, записывать сторисы с призывами брать оружие и идти воевать за мир, в который он сам и не верит. Именно поэтому он съебался в Польшу, подальше от боевых действий, рассказывая всем, как он воюет на фронте. Пожалуй, Дмитрий Гордон – это не просто торговец с камнями безделушками и услугами по наебу. Дмитрий Гордон – это не просто журналист, который делает свою работу. Дмитрий Гордон – это торговец смертью. Не люблю заканчивать свои видосы на грустной ноте, а потому, пойдем в мой офис, я покажу тебе мои фотографии котов. Вот это толстенький лысый кот, очень милый, смотри, как он поглядывает в камеру. А вот это анимешный кот, он очень мило улыбается. А вот это 3D-кот, поглядывая на которого, всегда хочется сказать, что это тупо я, клоун, который танцует перед другими людьми. Кстати, все источники, с которых я черпал информацию, прикреплю ссылкой на Google Документ, если вдруг тебе захочется проверить мои слова и заняться фактчекингом лично. Также в этом документе будут прикреплены видео других людей, которые в более подробном виде раскрыли тему с мошенником на Гордоне. Собственно, если тебе понравился видос, то поставь лайк и напиши комментарий. Также можешь отправить его своим друзьям-фанатам Гордона, ну чисто ради рофлов. В общем, спасибо большое за просмотр. Сейчас по жопе надаю! Сейчас по жопе надаю! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok